И всем привет, ребят, с вами Сарваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик будет посвящен игровой тематике и сегодня мы вместе с вами разберем одно очень интересное устройство, которое в свое время было супер жестким нагибаторским и которое показывало безумно крутые результаты, но на сегодняшний день и уже на протяжении где-то около, наверное, года, может даже больше, это устройство полностью вышло из мета и полностью не актуально в нашем матчмейкинге, да и актуально, не актуально, до такой степени, что по сути, если взять эту же самую пушку без никакого либо устройства, она будет показывать больший результат, нежели пушка с устройством, сегодня мы поговорим о пушке смока и о устройстве автопушка, устройство, которое в свое время было одним из самых лучших устройств в игре вообще в принципе, я помню даже у меня был видеоролик, который назывался самая жесткая имба из всех жестких имб и на тот момент времени это так и было поря смока с автопушкой могла давать безумнейшие жесткие результаты и уносить практически все, что движется в нашем матчмейкинге но на сегодняшний день это устройство полностью не актуально, неинтересно и неэффективно в моем понимании на смоку из донатных устройств есть смысл использовать как раз таки эми снаряды пробития ну а из кристальных устройств я для себя буквально вчера открыл на мега донате устройство системы высокоточного прицеливания устройство, которое наносит повышенный урон, но имеет чуть дольшую перезарядку если вдруг кому интересно как работает это устройство, то ссылочку в описании на как раз таки видос с мега донатом я оставлю там можно будет это посмотреть, может быть даже в ближайшем будущем, если есть интерес, мы его затестируем и на основном аккаунте ну а сегодня возьмем дико смоку с автопушкой и попробуем хотя бы что-то попытаться с ней сделать но можем даже сыграть пол боя с автопушкой и пол боя с смокой без никакого устройства дабы вы наглядно видели, что смока без никакого устройства будет показывать лучший результат, чем смока с автопушкой да, у нее неплохой крит и за счет как раз таки диктатора и харька можно пробовать ее реализовывать но на постоянной основе без этих критов, без овердрайвов прожатых она наносит крайне маленькое количество урона и для меня лично на сегодняшний день, если бы это устройство взяли бы приподняли хотя бы, хотя бы с точки зрения скорострельности ее, да, даже не акцентируя внимание на урон она бы смотрелась куда более интересно и куда более живее и жестче но мы пока что этого не видим, хоть и резистов у нас в матчмейкинге от смоки в последнее время встречается крайне-крайне мало но я, да, для себя лично, вот если я беру смоку, я не вижу, не вижу, не вижу вариантов интересных с реализацией как раз таки этой смоки потому что ты на протяжении долгого периода времени без повышенных критов наносишь маленькое количество урона а если ты наносишь маленькое количество урона, то, соответственно, это никак не окупается и никак не является актуальным так, я еще и чуть минус упал так что давайте полбоя сыграем на автопушке я имею ввиду, здесь именно это будет 75 килов ну и после чего переоденемся на просто смоку без никакого устройства и посмотрим, что же будет лучше смока без никакого устройства, либо смока с автопушкой мне лично кажется, что смока без никакого устройства будет себя показывать даже интересней ну и что касаемо дрона, сегодня мы играем на гиперионе как по мне лучший дрон как раз таки для таких вооружений где тебе надо дольше жить и наносить урон да, хороший крит, я не спорю, 1600 это очень крутой крит но, 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 но без овердраева, диктатора, ну ты же не будешь эти криты выдавать, да то есть здесь частота выпадения этого крита супер-супер редкая соответственно, у тебя нет возможности плотной накидки и наноса этого урона на постоянной основе и это, конечно, максимально, максимально просто печально так, 18 на 13 мы вместе с вами идем каточку пока что выигрываем это меня, конечно же, не может не радовать это очень-очень хорошо но даже вот такого харька сколько урона надо выдать, чтобы его слить но это же ужас, это просто ужас я не могу слить его, просто не могу даже можно попробовать какую-то позиционку более грамотную позанимать но, не знаю, даже поможет ли мне это с расстоянием урона с маки тоже здесь падает хоть мы акцентируем внимание на критах но, его все равно не хватает соответственно, здесь, ну, единственное решение в моем личном виде, да и в том, как я в теории для себя это понимаю мне кажется, что если взять и сделать как раз-таки этой смаке возможность большего количества критов и чуть большей скорострельности эти все минусы отпадут и это устройство станет играбельным да, потому что, ну устройство, если я не ошибаюсь, стоит 250 тысяч да, то есть 250, мать его, тысяч стоит устройство и за 250 тысяч ты получаешь, грубо говоря, ничего ну, просто ничего да, потому что оно не актуально оно не нагибает а как может устройство, которое стоит дополнительные кристаллы быть хуже дефолтных настроек вашей пушки ну, это же, как бы, ну не сходится как-то, да это как-то, ну, выглядит максимально, наверное, даже печально, я бы сказал по 800 криты ну, криты, конечно, бодряковы тут как говорится говорить-то нечего но без диктатора, без харька возможности вот эти вот на реализацию ну, это ужас ну, это ужас просто ужас 40 килов у нас уже есть 200 очков я наколотил здесь запикался наш соклановец будет сейчас помогать тащить отдел ой, зиду говорю шуфта с лечением сейчас-таки будет мне на саппортинг играть можно под него аккуратненько тоже погонять здесь подстраховочку какую-то делать ну, и стараться респить стараться что-то у кого-то уничтожать ну, безумно жесткое было устройство в свое время я, ну, я не знаю, зачем так сильно было его нерпить оно на сегодняшний день, да с тем большим количеством всяких супер мед да это устройство, конечно имело бешеный потенциал просто бешеный потенциал но не показывает, к сожалению таких результатов, которые она могла бы оказывать 14 килов у нас есть 50 килов команды уже через 20 килов мы переоденемся на обычную дефолтную смоку ну, и все это дело сравним и посмотрим как же хорошо будет тебе показывать обычная дефолтная смока я даже не буду брать никаких адреналинов там, знаете просто пул, сток смоку в сравнении мне даже самому интересно вот, насколько это будет чувствоваться разница насколько обычная дефолтная смока будет показывать лучше, либо хуже результат либо такой же примерно результат ну, если если дефолтная смока будет показывать примерно такой же самый результат Ну тогда, ну, большие вопросы, да, у меня лично, ну, большие, огромнейшие вопросы, огромнейшие вопросы как раз-таки с маки с автопушкой. Ну и здесь, конечно, нужно ещё учитывать тот факт, что у меня саппортинг очень жёсткий залетает от тиммейта, который старается играть на меня, старается давать мне возможности для реализации своего вооружения наилучшие. Ну и плюс гипериол, который также даёт возможность пожить на базе противника. 73 кила у нас есть, я думаю, что именно этот момент свидетельствует о том, что мы должны вместе с вами переодеть устройство. Берём смоку без никакого устройства и 400 очков я наколотил без никакого, вернее, не без, а с устройством. Как раз чётко 400, поэтому давайте смотрим, лицезреем и пытаемся адекватно расценить дефолтную смоку и смоку с автопушкой. Против 50% реза, конечно, уже не так приятно играть, как было с начала игры, но пробуем, смотрим. Смотрим, что получается, по 1200 урона с обычного выстрела залетает, неплохо, 1600 крита, добавкин, хорошо, чётко. На расстоянии урон всё так же самое сильно падает, но мы не отчаиваемся, акцентируем внимание на лёгкие танки, больше по ним, если чё, работу делаем. 444 очка, ну и 60 килов до конца, сейчас чуть-чуть побыстрее уже пойдут пилы, я думаю, на наших тиммейтов, но смотрим, что у нас будет по килам, по килам, по очкам. Здесь даже можно в моменте по нескольким танкам сразу давать урон, постараться дополнительный килл, хорошо, пробуем вслить ещё одно, супер, бля, ну как чётко танки начинают летать, когда урончик уже поинтереснее становится у пушки, даже без большого количества критов, всё равно выглядит интересно, блин, подрывник меня уносит. 500 очков, 500 очков, сотку я долбанул, при том, что пока что возможности задержаться на респил противника нету, наш тиммейт всё хочет, чтобы как раз-таки эта возможность появилась, исходит какой-то лаг сервера, ну и мы вместе с вами двигаемся как раз вправо, шар противник пускает, играем в бок, наш шар не набрил, но всё равно здесь пока что противник не даёт нам возможность донять позицию, выгодную для реализации как раз-таки дрона Гиперион. Но Гипериону нужно жить и жить как можно дольше, если жить на Гиперионе, то как раз-таки самая важная реализация вооружения будет, и она будет очень-очень эффективна. Сейчас пробуем слить Антера, ну и теперь можно уже сливать как раз-таки Теслочку и двигаться вперёд. Сейчас появляется овердрайв, вот этот овердрайв мы, конечно же, и играем, ну да, сыграл я, конечно, не очень. Под овердрайв и опять этот замечательный дрон, который меня так сильно надоедает, если честно. Этот дрон под ревник это просто что-то с чем-то. Корпион даёт сводочку, играем под стенкой, чтобы не получить урон, ну и здесь противник, который с резистами, уже также по нам от Ромбата и Вальет, пробуем поменять чуть-чуть позиционочку, получить фулл сводочку от Скорпиона. Ну давайте попробуем занять верх, я не знаю, типа есть здесь шанс. Не получилось у меня, конечно, занять такую зону, супер выгодную, под которую можно было бы сыграть эффективно. Ну и здесь противник тоже, вы видите, пытается выбить, пытается, пытается слить. Пантер, отлично, сливаем его. Вот, кстати, сейчас, может быть, появится возможность. Блин, ну как же он лезет в упор, как же он лезет на своём подрывнике, отлично. Есть у нас шестьсотка, опять это же самое Тесла, которая пытается навредить, помешать. Пантер, он сжимает овердрайв. Отлично, сливаем его, даже срезом. Ну и пробуем заехать, семь секунд до. Нет, не успеваю въехать. Ну там уже напикало, конечно, типов. Вот вам и обзоры по полбоя. Чуть-чуть, конечно, не то, что я хотел. Но по сути, по Смаке, да, в целом, я лично сильного преимущества не вижу у Смаки, как раз-таки с автопушкой, по сравнению с Смакой дефолт. Может быть по очкам оно так сильно не отразится, но по игре я лично вижу, что, ну, разница минимальная, либо её вообще нету, да. Не скажу, что, например, Смака с автопушкой хуже, чем Смака дефолтная, но, 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 но вы же должны понимать, то как бы устройство-то тоже стоит кристаллов. И если у тебя устройство, которое стоит кристаллов, имеет такие же самые характеристики, как Смака без никакого устройства, хотя даже может, даже может, если честно, оно и быть и лучше. Оно может быть даже и лучше, чем дефолтная Смака. Если бы мы держали, как говорится, позицию грамотную на Респе, может быть ситуация даже ещё бы лучше бы повернулась бы для нас. Без удержания позиции, конечно, тяжеловато что-то реализовать. Но по критам, по урону вообще всё в порядке. Дефолтные даже Смаки. Ещё бы сама Смака, сама пушка была бы немножко в лучших кондициях. Я думаю, что было бы вообще супер-великолепно. Так, здесь, как всегда, у нас подрывник, который лезет в упор. 96% овердрайва, нужно успеть прожать оверку. Ну и у нас будет где-то около 700 очков. При этом с нулём, нулём, просто ноль раз контролем вражеской зоны. То есть ноль раз с автопушкой я спокойно контролил и удерживал позицию. Ну и получается, что я с автопушкой набил за половину киллов 400 очков и за вторую половину 300 очков. Но я не знаю, что там по времени. По времени вы можете сами покординировать, посмотреть, сколько на всё это дело потребовалось. В общем и целом, что я хочу сказать этим обзором. Я хочу сказать, что на сегодняшний день автопушка это устройство, которое полностью вышло из меты. И его нужно апать 100%. Такое устройство, которое в своё время давало нереально жёсткий крутой результат, на сегодняшний день не может от слова совсем ничего. И если учитывать тот факт, что в нашей игре сейчас есть большое количество разных интересных устройств, то как раз таки на смоку подобные устройства должны находиться как минимум в среднем балансе, а не быть полностью убитыми, стоя 250 тысяч кристаллов. Поэтому я надеюсь, что в ближайшем будущем подобные устройства, я уверен, что их не одно количество и на разные пушки такие устройства имеются, будут баланситься, возвращаться в мету и будут интересны. Пишите, что вы думаете по поводу автопушки, по смоке в целом. Как вам эта пушка? Актуально, не актуально? Играйте, не играйте. Будет очень интересно узнать вашу точку зрения по этому поводу. Ну и, конечно же, поддерживайте видос лайком, если вам понравился данный видеоролик, если вам нравятся подобные обзоры. Также не забывайте нажимать на колокольчик и подписываться на канал. Ну и не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунте, кема личный тег создателя контента, это TechTempa, устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. Все информации по розыгрышу есть в описании. И у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.